А в Новом Завете тема гораздо сложнее, потому что Иисус сказал... То есть Библия стала не только мечом на мечами? Разве Иисус не говорил «глаз за глаз» и всё такое? Хорошо. И Он сказал «любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас». Будет ли Он любить своих врагов, когда придёт в конце времён и отрубит голову каждому? Что? Когда вернётся Иисус. В Первом Послании к Коринфянам 15.27 сказано, что Он повергнет всех к Своим ногам и уничтожит всех своих врагов. Разве это любовь к своим врагам? Нет, но... Попаду ли я в рай, как мусульманин? Первый раз Он пришёл как идеальный человек, чтобы пожертвовать собой ради твоих грехов. Но когда Он придёт во второй раз, Он вернётся, чтобы править над миром. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Дэниел. Дэниел, я Мухаммад. Я хочу сказать тебе одну вещь, Дэниел. Разница между мусульманами и христианами в том, что мы, мусульмане, честны с тем, что проповедует наша книга. Но я тоже. Я говорю тебе. Мы не играем в игры, где мы говорим, «О, нет, эта часть книги нам не нравится, потому что, знаешь, либерализм против этого и тому подобное». Но я тоже такой. Знаешь, Иисус сказал, «Значит, ты принимаешь всю книгу?» То есть ты согласен, что младенцы должны быть убиты? Младенцы и грудные дети, должны ли они быть убиты? Или ты думаешь, что они невинны? Так что ты... Хорошо. Если ты достаёшь это, я достану своё. Прежде чем ты закончишь, я хочу сказать тебе одну вещь. Что бы ни говорила моя религия, это не имеет ничего общего с тем, во что ты веришь. Если ты чувствуешь необходимость всякий раз, когда я задаю тебе вопрос, отвечать вопросам из моей традиции, это показывает твою неуверенность в твоей вере. Если бы ты задал мне вопрос об исламе, я бы ответил тебе изучение ислама. Я бы не говорил, а вот в твоей Библии написано это. Нет, конечно. Потому что это не имеет отношения к делу. Да, но... Теперь ты можешь ответить на вопрос о младенцах. Я не согласен с этим. Абсолютно нет. Тогда ты не согласен с Божьими заповедями. У нас нет этого конфликта, как у мусульман. Я согласен с каждой вещью, которую говорит Коран. Я никогда не скажу, нет-нет, не потому что я должен, а потому что это слово Бога. Я не знаю больше, чем знает Бог. Я ограниченный человек, который невежественен. Как я могу говорить Богу, что правильно, а что нет? Так это нормально для тебя, иметь половые отношения с ребенком? Где Коран говорит это? Я бросаю вызов. То есть он не говорит этого? Конечно, не говорит. В Коране нигде не говорить об этом. Тогда Мухаммед... Да, мир ему. Он женился на девочке, которой было шесть лет. Ты можешь определить ребенка. Что? Ты можешь определить ребенка. Но ей должно быть восемнадцать или... Ты только что собирался сказать до восемнадцати лет, что является новым современным определением ребенка. Ребенок в любом словаре является тем, кто... Ты веришь, что шестилетний ребенок? Могу я ответить? Я отвечаю, я в процессе. Ребенок в любом словаре до конца тысяча девятьсотых годов всегда был тем, кто не достиг возраста половой зрелости. Открой любой словар. Ребенок это тот, кто не достиг половой зрелости. Пророк же, мир ему, в шесть лет он заключил контракт. Не было никакого физического взаимодействия между ними. Я знаю, когда она уже достигла девяти лет. Да, позволь мне закончить. Я собирался закончить, а ты перебиваешь. Так что, когда она достигла девяти лет, она сама сказала, что девочка становится женщиной, когда она достигает моего возраста. Но то, что ты пытаешься сделать, ты пытаешься смотреть на современную девятилетнюю девочку и затем накладывать это на прошлое. Знаешь ли ты, какой был возраст брака во времена Иисуса в Иерусалиме? Ты изучал историю? Ты из этой страны? Нет, я из Швеции. Хорошо. На Западе в общем? Хорошо. Давай возьмем Великобританию и Америку в качестве примера. Каков был законный возраст брака 200 лет назад? Я не знаю. Хочешь, я скажу тебе? В Великобритании в 1880-х годах это было 7 лет. Да, но ты знаешь, что за люди правили тогда? Они были христианами, и они использовали христианские законы. Да ладно, они не были христианами. Король Карл, он провозглашал себя христианином, но он не был. Давай сейчас не будем погружаться в политику. Я просто говорю, что в прошлом у них были законы, основанные на христианско-иудейских традициях. Нет. Ладно, открой книгу Уильяма Блэкстоуна. Она называется «Комментарии к британскому праву Англии», и ты увидишь. Но где в Библии говорится, что можно жениться на маленьких детях? Но в том-то и дело, что в Библии нет брачного возраста. Покажи мне, где в Библии говорится о возрасте. Ты можешь жениться хоть на годовалом ребенке, согласно Библии. Нет. Хорошо, тогда покажи мне, где говорится о возрасте. Покажи мне, где в Библии говорится, что вы можете жениться на годовалом ребенке. Нет, там не сказано, что нельзя. Это значит, что это не неправильно, потому что там ничего нет, что запрещает тебе делать это. Ты просто интерпретируешь это. Нет, я лишь спрашиваю. Я спрашиваю, откуда ты взял эту идею, что она должна быть старше. Из Библии, покажи мне. И, кстати, есть иудейские традиции, которые... Ребёнок — это ребёнок. Конечно, я согласен. Она должна вырасти, чтобы принимать свои решения. Позволь мне пожать тебе руку за это. Айша не была ребёнком, но она стала женщиной, потому что она достигла половой зрелости. И она достигла менструации. А менструация — это последний этап половой зрелости. В Коране говорится, что вы можете жениться на одной и... Ты заметил, что ты снова, не отвечая из Библии, сослался на Коран? В Коране говорится, что вы можете жениться на ребёнке. Хорошо. А затем развестись с ней через три месяца. Он не говорит этого. Ты неправильно понял то, что говорит Коран. В исламе есть вещь, которая называется никах. Это брачный контракт. Ты понимаешь? Так что брачный контракт — это своего рода обещание, что этот человек женится на этом человеке, чтобы никто другой не мог жениться на нём. Но это не позволяет тебе вступать в половые отношения с этим человеком. Так что я, как отец, могу заключать подобные договоры с отцами других детей. И люди всё ещё делают это даже сегодня. Они всё ещё женят своих детей. Они говорят, что мой ребёнок для твоего ребёнка. И когда они вырастут, они женятся. Это не означает, что дети делают эти вещи друг с другом. Я бы сказал, что так думать — это извращённый менталитет. Мы не смотрим на вещи таким образом. С нашей точки зрения, наш пророк Мирьему был лучшим человеком, ходившим по земле. Поэтому Абу Баккар, который был его ближайшим сподвижником, который заботился о своей дочери больше, чем ты или кто-либо ещё, потому что это его собственная дочь, он заключил этот контракт с пророком Мухаммадом Мирьему, потому что он хочет заполучить для своей дочери лучшего из существующих людей. Ты, вероятно, если бы ты увидел человека, которого ты знаешь, что его характер был лучшим, что он обеспеченный человек, и ты знаешь, что он лучший человек, ты бы попробовал заполучить его для своей дочери, если бы смог. Ты не знаешь больше матери и отца Аиши, и ты не знаешь больше неё самой, каким был пророк. Ведь она жила ещё 50 лет после пророка. Она была самой счастливой женщиной. Она всегда восхваляла пророка Мухаммада в течение 50 лет после него. Она имела полное право говорить всё, что хотела, если бы было какое-либо оскорбление или что-то ещё. Это то, что ты пытаешься сказать. Она прожила 50 лет после его смерти. Ты знаешь, 5 и 0. Понимаешь? 50 лет она учила мусульман, и она была одним из самых больших учёных ислама. Сподвижники приходили к ней задавать вопросы, потому что она жила рядом с пророком Мухаммадом Мирьему. Она описала его жизнь, и она сказала, например, пророк Мухаммад никогда в жизни не поднимал руку на женщину. Вот как она описала его. Она говорила, что он был человеком, который лучше всех контролировал свои желания. Теперь позволь мне задать тебе вопрос. Знаешь ли ты, сколько лет было первой жене пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям? Ты знаешь, сколько ей было лет? Она была на 15 лет старше него. Знаешь ли ты, что остальные жены пророка Мухаммада? Подожди, подожди. Ты знаешь, сколько лет было второй жене пророка Мухаммада? Она была старше него, и она была вдовой. Её муж умер. И все остальные его жены, они были либо вдовами, либо разведёнными. Это похоже на того, кто пытается искать более молодых женщин, как ты пытаешься сказать. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Разве Аллах не говорит в Коране, что когда ты войдёшь в рай, ты получишь 72 действия? Нет, Аллах не говорит этого в Коране. Об этом есть предание. Но здесь идея в том, что арабы используют цифру 7 или цифру 70 для выражения большого количества, правильно? В раю ты можешь иметь всё, что хочешь. Если ты хочешь миллион гури, можешь иметь миллион гури, без разницы. Ты мужчина? Ты мужчина? Бог создал мужчину и женщину. Позволь спросить тебя. Ты мужчина? Тебя привлекают женщины, или ты часть ЛГБТ-сообщества? Нет, меня привлекают женщины. То есть, ты не часть ЛГБТ-сообщества. Хорошо. Как мужчин, нас привлекают женщины. Поэтому, когда Бог говорит нам, что Он наградит нас гуриями, Он знает нашу природу. Он знает, что нас привлекают женщины. Да, по крайней мере, если у тебя нет никаких проблем в голове. Так как тебя привлекает противоположный пол, поэтому Бог говорит тебе, «Я вознагражу тебя этими творениями». Это не женщины, которых ты видишь здесь. Но гури, это творения, созданные специально для тебя. Хуруль-Айн. Бог создал их специально как награду для тебя, как для мужчины. Почему у тебя проблемы с этим? Если, конечно, у тебя нет проблем с твоим мужским достоинством. У тебя должна быть только одна жена. Так Бог сотворил нас. Говори только за себя. Можешь взять только одну, я возьму остальных. А ты возьми одну. Почему у тебя проблемы с этим? Бог сотворил женщин для мужчин, понимаешь? Да. Я вообще не был верующим, но я был атеистом. Потом я пришел к духовности, я верил в Коран и верил в индуизм и буддизм, и взял все. Но ты даже не знаешь, чем учит Коран. Слушай. Да. Я стал современным шаманом, я исцелял людей, знаешь, духовной силой. Хорошо. Из-за этого открылись демонические двери, и я встретил дьявола, шайтана. Хорошо. Как он выглядел? И единственное имя, от которого он убегает, это Иисус. Даже он сказал мне. Потому что это был сатана. Поэтому он пытался искусить меня, как он пытался искусить Иисуса. Но Иисус был искушен. Он был искушен. Это говорится в Матфеи, глава 4. Он ходил по пустыне 40 дней и 40 ночей. Да. То есть Бог был искушен? То есть дьявол искусил Бога? Он попытался искусить Его. То есть он не смог искусить тебя, но искусил Бога. Потому что я хотел следовать Иисусу. Ладно, позволь мне. Позволь мне объяснить с этой стороны. Но ты перебил меня. Я пытался... Ладно, нет проблем. Продолжай свой рассказ. Я ведь тебе позволил говорить? Да, это правда. Ты позволил мне говорить. Хорошо. Я сам до этого не верил в эти вещи вообще. Но некоторые дьяволопоклонники попытались перенести меня в жертву. И тогда я еще не был верующим. И я просто чувствовал, знаешь, на вечеринке с этими парнями внезапно атмосфера изменилась. Это звучало, как эта органная музыка, как будто они играли в больших церквях. И я увидел трех из этих парней, с которыми я туцевался, просто уходят от меня. Хорошо. Я почувствовал, что я умру сейчас. И я убегал от этого и побежал к ним. Хорошо. И я спросил их, вы действительно собираетесь это сделать? И они сказали, да, ты знаешь, что это должно произойти. И я избавился от страха и окаменения, когда лежал на земле, раскинув руки вот так. Хорошо. И первое, что я сказал, это «Отец, прости их, потому что они не знают, что они делают». Хорошо. Это те же самые слова, которые сказал Иисус, когда Его распяли на кресте. Хорошо. Они стояли возле моих ног, объясняя друг другу, что они будут говорить полиции о том, как я умер. Хорошо. Они отравили меня, и я почувствовал, как мое сердце перестало биться. И я сказал, «Хорошо, если это случится, я прощаю вас. Я люблю вас. Я прощаю вас». Хорошо. И как только я должен был сделать свой последний вздох, я просто сказал, «Прямо сейчас я не готов умереть». И затем передо мной появился свет, и эти парни за мгновение исчезли. И вот так я проснулся. Хорошо, позволь мне разобрать твою историю. Перед тобой появился свет, и люди вокруг тебя вдруг исчезли. И ты проснулся. Так это был сон? Нет, нет, это было в реальной жизни. То есть ты переместился в свой дом и проснулся? Нет, нет, я был на том же месте, я был на том же месте. Но как ты проснулся, если ты не спал? Я не спал, я не спал. Тогда как ты проснулся? Мое сердце перестало биться, и... Ты что-нибудь курил в это время? А? Ты курил что-нибудь? О, да. Понятно. Конечно, ты увидишь все это. Нет, это случилось со мной несколько раз, даже когда я ничего не принимал. Нет, слушай, я встретил дьявола, и он сидел рядом со мной. Смотри, честно, я хочу сказать тебе, я хочу, чтобы ты сел самим собой и подумал. Я знаю, слушай, я знаю свой опыт, ты никогда не сможешь... Я вообще не собираюсь слушать твой Коран. Я собираюсь начать это сейчас. Но ты выдумал себе историю. Я понял, что твой Коран недействительен. Сначала изучи его. И он появился спустя 600 лет после Библии. Я скажу тебе вот что, хорошо? Были сотни людей, которые говорили как ты, и в итоге они приняли ислам. Просто изучай, нам нечего скрывать. Я знаю правду, но тогда ты просто слепо следуешь своей вере. Так же, как ты. Нет, нет. Если ты сомневаешься в Коране, тогда ты не истинно верующий. В моей Библии нет такого. Нет, Коран говорит, не нужно слепо следовать за тем, чему следовали твои предки. Что означает, что ты должен задавать вопросы. И он также говорит, если у тебя есть какие-нибудь сомнения, то вернись к тем, кто читает Библию. Могу я прочитать стих для тебя? Хорошо. Когда им говорят, следуйте тому, что не спасал Аллах. То, что я и говорю тебе. Они отвечают, нет, мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов. Тогда Аллах задает вопрос, который должен прийти мне в голову и любому верующему. А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем? Поэтому Аллах говорит, что твои предки могли быть мусульманами или любой другой религии. Эта религия могла быть ошибочной. Может быть, они не следовали прямым путем или не знали правду. Так что Аллах говорит тебе думать, размышлять и изучать. Поэтому причина, по которой мусульмане не имеют ничего общего с тем, что ты говоришь, и что я не ставлю под сомнение Коран, причина, по которой я не подвергаю сомнению Коран, потому что я уже установил, что Коран — это слово Бога. Исходя из этого, конечно, зачем мне задавать этот вопрос? Я уже говорил тебе вначале. Зачем мне спрашивать Мудрейшего о том, что он велит мне делать? Ведь я уже знаю, что это от Мудрейшего. Еще одна вещь. Веришь ли ты, что Иисус был рожден от непорочной Марии? Конечно, несомненно. И то, что он был безгрешным, Коран не говорит этого. Но он был безгрешным, он ничего не делал. Это твое мнение. Но ты ведь не встречал Иисуса. Ты, возможно, встречал дьявола, но не встречал Иисуса. Но он ведь создал птицу из глины и оживил ее. Он сделал это с дозволения Аллаха. Но ты должен продолжить стих. Стих начинается с того, что мы отправили Иисуса посланникам к сынам Израиля. Почему ты не упоминаешь часть, где он говорит, что он посланник? Подожди, подожди. Потому что я знаю свой Коран. Поэтому, если ты хочешь цитировать Коран, я попрошу тебя цитировать его правильным образом. Он говорит, «Ва расулен и ля бани Исраил». Да, я буду изучать больше. Да, я тебе говорю весь контекст. «Ва расулен и ля бани Исраил». Он сделает его посланником к сынам Израиля. «Аннии кодаджи и тукум би аятим мирроббикум». Он скажет, «Я принес вам знамение от вашего Господа». «Аннии ахлюку лакум минаттыны кахи атиттайри фааанфаху фи я сотворю вам из глины подобие птицы, подуй на него, и она станет птицей с позволения Аллаха». Поэтому сначала он утверждает, что он посланник Бога. И во-вторых, он говорит, что это чудо он сотворил с дозволения Бога, а не от Него самого. Точно так же, как он говорил это в Библии. Диане 2.22 там говорится, «Мужи израильские, выслушайте слова мои. Иисус из Назарея муж, засвидетельствованный вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил А Бог сотворил через Него, как и сами знаете, потому что все происходило у вас на глазах. Поэтому мы лишь подтверждаем Его слова. В этом нет проблем». Да, он сам не говорил, что он Бог. Да, он сказал, что он посланник Бога. Он сказал, что он посланник в Евангелии от Марка, голова 6. Но знаешь, в Библии, я имею в виду фарисеев, они были против Него. И они говорили Ему, «Как ты можешь богохульствовать и провозглашать себя Богом? Но он не говорил дословно эти слова. Сказать тебе ответ на это. Но фарисеи сказали Ему, «Ты утверждаешь, что ты Бог». Знаешь, ответ на это? Ответ на это, что они также обвинили Его в том, что Он дьявол, и обвинили Его во многих других вещах. О, да. И обвинили Его в том, что Он сын прелюбодейки. Поэтому их обвинение не является доказательством. Поэтому если ты говоришь, что они обвинили Его в чем-то, это не значит, что Он является этим. Только потому, что они обвинили Его в том, что Он утверждал, что Он Бог, это не значит, что Он действительно утверждал, что Он Бог. Они ненавидели Его. Они искали любые причины, чтобы убить Его. Это не имело никакого отношения к тому факту, что Он на самом деле утверждал, что Он Бог. Поэтому если ты прочитаешь, что Он сказал, то увидишь, что сто процентов Он не был Богом. Он говорил, «Отец больше меня». И Он назвался рабом Божьим. Как он может быть рабом Божьим и Богом? Как Бог может быть больше, чем ты, и ты являешься Богом? Ты веришь, что у тебя есть тело, есть плоть, и у тебя есть душа? Надеюсь на это. У тебя есть душа? Да. У тебя есть дух? Я также надеюсь на это. Их три. Нет, я не различаю душу и дух. Бог говорит, что мы созданы по образу Божьему. Хорошо. Он говорит вначале, давай создадим человека по нашему образу. Ты хочешь, чтобы я ответил на это? Да. Библия использует термин «элухим», который является множественным числом. Множественный термин, как «величественное мы», они ведь говорят по-английски. В английском есть что-то, что называется «величественное» или «королевское мы». Когда королева говорит «мы», она не более, чем один человек, правильно? Точно так же в еврейских писаниях. Вы можете использовать термин во множественном числе для одного. Даже Коран использует это. Аллах говорит, мы создали небеса. Но мы знаем, что он один. Это величественный образ речи, который показывает и подчеркивает величественный характер Творца. Это не означает, что Творец больше одного. Поэтому если ты прочитаешь стих из Старозакония, глава 6, стих 4, ты увидишь, что там говорится, что Бог один. Не три в одном, не одиннадцать в одном, не два в одном, а один. Поэтому когда ты открываешь начало книги Бытия, там говорится на иврите. Барашид в начале. Баро – это глагол «творить». И это единственное число, которое показывает, что Бог один, а не больше одного. Просто стань мусульманином. Я не сделаю этого, потому что я знаю себя. Знаешь, просто прочитай Коран. Иисус спас меня, и я осознаю присутствие Бога. Хорошо? Мне нравится эта дискуссия, потому что я хочу расти больше. Я хочу знать больше об исламе, чтобы я мог говорить больше. Для меня это чисто для обучения. Нет проблем. Поэтому я благодарю тебя за Коран. Я ценю это. Я прочитаю его. Вернись, и я буду ждать тебя. Люди никогда не возвращаются. Но если ты хочешь вернуться, я буду здесь. Если Бог даст мне больше откровений, и я больше вырасту в этом, ты знаешь, и тогда я смогу лучше аргументировать и показать тебе. Хорошо. Потому что я люблю тебя. Инчаалла, Аллах наставит тебя на ислам. Нет-нет, я... Так что позволь мне спросить вопрос на миллион долларов. Ты 2,7 или 2,8? Какой у тебя рост? Нет, я примерно 2 метра. Примерно 2 метра. Да ладно, ты больше. Да, возможно, с ботинками. Бог дал тебе большой рост. Нет, я говорю, Бог даровал тебе большой рост. Я постоянно пытаюсь приумножить, знаешь, в терпении, в знаниях, вызовах и во всём. Нет, знаешь, ты довольно уважительный человек. Я рад говорить с тобой в любое время. Я тоже был рад поговорить с тобой. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. В связи с замедлением YouTube в России и возможной блокировки, подписывайтесь на мои другие платформы Telegram и Boosty, чтобы вы не потеряли нас. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь, инчаалла, в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии.